Вася Саламандра спрашивает, программы переселения бомжей это популистский проект или вправду бомжей много развелось? Вася, я могу говорить только о Лос-Анджелесе, Санта-Монике, об этом регионе, о Южной Калифорнии. Бомжей много. И в какой-то момент губернатор из популистских соображений сообщил, что все бомжи могут ехать в Калифорнию, значит им будут предоставляться условия. Но они и так ехали там, где тепло. 3-4 года назад в Сан-Франциско, около района довольно приличного, богатого, там что-то ужасное было. Прямо в самом центре, почему-то они не позаботились, вот как сейчас в Лос-Анджелесе, о создании, ну смириться и создать какие-то условия для бомжей. Там воду, туалеты, души. А там просто мочились и гадили на улице. Бомжи, ужасный запах. Вот здесь это большая проблема. В Лос-Анджелесе был момент, особенно вот во время пандемии, когда никто не занимался этой проблемой. Они селились где угодно, в самых сладких местах, на пляжах, размещались, строили свои даже городки. Им привозили туда воду, ставили туалеты, раздавали палатки. И после, значит, эпидемии вот этой пика, ну чуть-чуть начали разбираться. Проблема, ну с пляжем во всяком случае, перевели их в какие-то другие районы. Проблема очень серьезная и сложная. Потому что есть огромное количество, так сказать, как они их тут называют, практикующих, бездомных, те, кому нравятся. Есть много людей, точную статистику я смотрел, но я ее сейчас не буду приводить, потому что она довольно быстро меняется. А экономические соображения, ну, дорого. Значит, американцы могут платить там 500 тысяч долларов за жилье с человека. Вот. Ну, это считается нормальным, но для многих это слишком много. Они либо чуть-чуть не дотягивают, либо сильно не дотягивают. У меня был знакомый, диджей, который просто так деньги собирал. Жил в городке в этом. Туда и пищу привозят горячую. О них заботятся. Очень много больных, которым надо помогать, психически больных, которым надо помогать лечением. И здесь принудительно поселять больницу. Был период в истории Соединенных Штатов, когда казалось, что придуман метод лечения вот этих агрессивных больных, психических больных, лоботомии. Значит, по деревням, городам ездили самоназванные врачи, которые проводили эту операцию. Операция вроде бы простая, значит, введение разреза скальпеля или ножа в головной мост, там в определенное место. Часто погибали люди, но в 80-70% случаях эти психические болезни, условно говоря, вылечивались, понимаете. Вот сейчас этого делать нельзя. Это варварство настоящее. Вот. Серьезная проблема пытается ее решить, так сказать, экономически. Она связана еще и с безработицей. Она связана еще и с такими решениями, которые требуют больших ресурсов, государственных средств. А тут еще и инфляция, понимаете. Уже и так израсходовали огромные деньги на триллионы, на компенсацию безработицы. Но проблемы решаются. Популизма здесь очень много. Разговоров о том, как это важно защищать бездомных, защищать мигрантов до выборов Байдена. Ну, просто каждый день, с утра до вечера. Когда демократы получили власть, ну и с мигрантами там все по-другому стали решать. Там, если вы помните, были, организовывали, им помогали целые марши бездомных к границам США. И демократы кричали, вот как не стыдно, надо открыть границы для этих маршей. А сейчас тихонечко там развернули какие-то группы, которые сконцентрировались около границ. И послали их по домам. И сообщили, что никаких шансов у них получить гражданство таким путем, незаконным, нету. И это решение администрации. И защищает это решение лидер большинства в Конгрессе. И обосновывает. И то же самое с бездомными. Разговоров было, деньги нужны, триллионы. А сейчас, когда инфляция, когда ясно, что они удержаться у власти не смогут, потому что слишком много расходуют денег и слишком много воруют. Уже проблема homeless, бездомных. Уже она не такая актуальна в средствах массовой информации, демократических. Вот. Я надеюсь, я ответил. Продолжение следует.